Какую валюту стоит рассматривать в качестве инвестиции? Стоит ли сейчас покупать доллар потребителям? Самый популярный и самый непростой вопрос. Что касается курса, то безусловно курс очень даже выгодный. Но мы видим, когда еще был, давно был такой курс и когда еще будет. Потому что от своих пиковых значений в смысле удешевления доллара и усиления рубля немножко отскочили, как известно, после прошлого решения по ключевой ставке. Но я бы вообще, честно говоря, паузу взял с точки зрения того покупать, продавать. Особенно потребителю, если это не связано с поездкой, вот тебе нужна сейчас валюта или тебе надо перевести родственникам. Именно как средство сбережения, потому что мы видим, насколько волатилен курс. Вот пускай он хоть немного успокоится. Кстати, в этом плане задача или цель обеспечения устойчивости национальной валюты пока не очень выполняется. Потому что, когда курс гуляет туда-сюда в два раза, ну вот надо, чтобы такого не было. И тогда уже принимать решение, действительно, можно покупать какую-то валюту или нет. Поэтому, может быть, та редкая рекомендация, что лучше пока вообще не дергаться. Вот я хочу продолжить мысли Игоря Алексеевича. Народ волнует, как стоит ли туда вкладывать, может ли иностранная валюта быть инструментом сбережения. Вот тут у меня совершенно тоже считаю, что надо взять паузу. Почему, на мой взгляд, пауза будет очень, очень большой и длинной, потому что я тут рассматриваю уже, что, на мой взгляд, вот то время, когда иностранная валюта рассматривалась как инструмент вложений, такой нехитрый, и где особенно голову ломать не надо, он уже, на мой взгляд, прошел. Причем все даже не зависит от какой валюты. Евро, доллар, тут называют и юани, называют и дирхамы, и чего только не называют. Вот, на мой взгляд, поскольку вот когда есть смысл вкладывать иностранную валюту, когда рубль, твоя национальная валюта, менее стабильна по отношению к другим, и есть жесткие и надежные прогнозы, что ее курс будет падать. Вот таких прогнозов сейчас нет. То есть даже если будет какая-то корректировка, вот с 60, допустим, 1, 62 до 75, то нужно иметь в виду, что в банке-то вы покупаете, вы не центральный курс с центральным сравниваете, а вы покупаете в банке валюту по тому курсу, который он вам продает, а продавать вы будете по тому курсу, по которому он у вас покупает. И между ними разница 7, а то и 8 единиц. Вот, значит, с 62, 63, 64 надо знать, чтобы рубль упал, рубль, извините, упал до 75, чтобы вы хотя бы вышли на ноль или хоть что-то выиграли. Вот поэтому, значит, надо взять паузу, с паузы с этой повременить, а не лихорадить. И, на мой взгляд, эта пауза будет дальнейшая, а за это время, пока у вас пауза, изучать возможности других финансовых инструментов. Да, Михаил Акеменович, спасибо. Тимур, как вы считаете, стоит ли паузу брать? Я думаю, что нет. Отвечу на вопрос насчет турецкой лиры, я с вами полностью согласен, с инфляцией 70%, я бы никогда не рассматривал эту валюту с точки зрения инвестиций. Опять же, мы возвращаемся к политике Центрального банка. Что касается американца, доллара США, на мой взгляд, это была валюта, так называемый safe haven, то есть как убежище, куда идут инвесторы в случае неопределенности. Если мы посмотрим на текущее состояние мировой экономики, эта неопределенность есть. Да, это и риски мировой рецессии, и, разумеется, гиперинфляция в Штатах, в Европе. Далее, следующий фактор, на который я обращаю внимание, это, разумеется, не только покупка самой валюты, а возможность ее инвестировать, ввиду того, что в Штатах инвестиция не базовая, достигает 8%, а в Европе, по последней статистике, тоже инфляция ускоряется до 8% и выше, мы, разумеется, задаемся вопросом о том, стоит ли хранить эти денежные средства, либо использовать их как инструменты для инвестирования. И с точки зрения рисков мировой экономики, разумеется, я всегда рекомендую делать диверсификацию. И первое, разумеется, стоит это американский доллар США, и, на мой взгляд, это было и будет оставаться валютой, которая имеет смысл сохранять в портфеле. Более того, ввиду политики, которую сейчас ведет американский банк, это ужесточение политики, то есть они, напротив, повышают ключевую ставку, и спрос на доллар остается достаточно высокий. То есть, если вы посмотрите, ну, мы немного отключимся там от отношения к рублю, это отдельная история, но доллар дорожает по отношению ко всем валютам. Посмотрите на пару евро-доллар, посмотрите на пару доллар-иена, посмотрите, как изменился курс доллар-юань, то есть спрос на валюту будет оставаться. На мой взгляд, иметь часть денежных средств в валюте и воспользоваться текущим курсом для дальнейших инвестиций в доллары однозначно стоит. И дальше мы переходим уже к второй, более интересной валюте, это, разумеется, евро, к которому мы привыкли. С учетом того, что в четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка, и они уже очень серьезно намекнули о том, что они готовы к циклу повышения ключевой ставки, разумеется, это вызовет спрос на евро. То есть, на мой взгляд, опять же, евро с точки зрения диверсикации, опять же, стоит рассмотреть с точки зрения добавления в портфель. Но, опять же, я не рассматривал бы какой-то экзотики с точки зрения франков, которые тоже пользуются спросом среди наших инвесторов, либо юань, ввиду невозможности что-либо сделать с этими деньгами. Потому что деньги для меня, в первую очередь, это инструмент. Дальше у нас стоит вопрос, как сохранить эти денежные средства от инфляции. И, на мой взгляд, текущий курс и текущая ситуация, она позволяет сформировать портфель из трех валютных пар. Это однозначно доллар, евро, рубль. И получить возможность сделать инвестиционную составляющую, чтобы защитить все эти денежные средства в портфеле.